Ребят, с вами я зовут Дос-5, и вы соскучились по пакам. Информ РМА Бразович. Да, Бразович. И Фалькао, Беринов, вообще никого нет, вообще ничего нету, не хватит. Второй пакет на сегодня, надеюсь, вам не что будет. Плютусник, 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 плютусник. Я не знаю, пока открылся СТ, и это даже не Гризман, это Гармейро. Роналдо! Прикиньте, Роналдо во втором паке, Криштиан, Роналдо, офигеть. Офигеть. Фух, погода хорошая, охеренно на улице, я аж в футболке, смотрите. Народ, всем здорова, попали на канал Дядя Никит, и сегодня такой уличный видос по Фиве Мобайл, такое вообще не часто бывает, но такое всё-таки будет. И я, кстати, по-моему, первый мобильфитер, который Фиве Мобайл снимаю на улице. Не знаю, напишите в комментах, кто ещё был. Если нет, то у ИАХ опять рекорд. Чуваки, прямо сейчас, важная информация, включитесь, пожалуйста, в неё максимально. Этот мир очень тяжёлый, мир интернета, мир вообще видеохостингов, поэтому, пожалуйста, если вы любите меня, любите следить за моим творчеством, за моими работами, то, пожалуйста, ищите меня в других социальных сетях, так как на этом канале я могу пропасть, его могут удалить, заблокировать. Но так вы можете всегда знать то, что я всегда есть в Инстаграме, я всегда онлайн в ВК, я всегда онлайн в ТикТоке, во всех социальных сетях, поэтому ищите меня там, подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети, просто загляните по ссылке в описании, там все ссылки будут, то есть в описании всё есть про меня, вы можете найти любую информацию, если вдруг что-то не так произойдёт, всегда меня может найти. А рекомендую сейчас подписаться, потому что действительно может что-то произойти, я прям жопу чувствую. Поэтому, пожалуйста, проявите, всё, мы начинаем. Сегодня, короче, у нас с вами будет почему. 18 мобайл была хорошей версией, почему я по ней действительно скучаю, и это была моя первая FIFA мобайл, вообще в которую я когда-либо играл. Ох, поехали. Мой путь в карьере FIFA начинался именно с 17 мобайл. К сожалению, на этом канале роликов по 17 мобайл нету, я с ним только по 17 консольной версии, но на этом канале я добавил в плейлист один видос, поэтому рекомендую посмотреть, либо нажать на подсказку, аннотацию. Это мой первый в истории вообще русского ютуба вагер матч против какого-то мобильного FIFA. Это мой хороший друг был, знакомый, сейчас мы с ним общаемся. For, Far Cry, мы с ним часто снимали раньше видосы на его канал, на мой канал. Играли кто круче, локомотив или там, ЦСКА, там, Спартак, ЦСКА, локомотив, короче, всякая херня. Кстати, это For, Far Cry, который Денис Журавлев, он сыграл за ДВК силу во втором сезоне. Матч на этой коробке, на Виктории против врагов Никита. Вот она. Денис все-таки приехал, все-таки приехал на второй матч, первый матч, он опоздал, это такой форс-мажор, и не успел. А вот второй матч, я говорю, тяжело было, враги Никита. Ну и в общем не суть. И видимо, и вот первый вагер матч вообще в истории русского ютуба был именно против него, в 17-й FIFA Mobile. К сожалению, ему тогда проиграл 6-3. На его канале вы можете писать видосы, еще раз повторюсь, либо я вот так вот поверх закреплю. Там очень много было крутых у меня моментов, интересных, но, к сожалению, матч с моей стороны я снял. Но так как я продал тот свой первый канал, о чем я очень сильно жалею сейчас, к сожалению, не осталось никаких видосов. Даже в 18-й FIFA Mobile очень мало осталось видосов. Благо, у меня есть видосы на компьютере, какие-то перезаливы я заливал на этот канал, поэтому слава богу. Мои первые крутые игроки, мои первые крутые паки. Кстати, вот так вот выглядел мой первый стартовый состав в 17-й FIFA Mobile. Вернее, вообще мой стартовый состав в 18-й FIFA Mobile выглядел именно вот так. Это был крутой состав, мощный. Я ловил очень много крутых игроков, я это точно помню, я делился. Я играл также много различных лагеров. Ну, короче, 17-й FIFA Mobile была просто хорошая, обычная версия крутой игры. Бл***, вы не представляете, как вы записывали на такой улице видосы. Просто посмотрите, какая классная погода на улице. Просто светит солнце, я, блядь, в футболке. Апрель, чтобы вы понимали, уже хороший. Мне это нравится, значит, да и в косил может возобновиться. Поэтому именно все свои самые крутые видосы в основном я снимал на 17-й, 18-й FIFA Mobile. Это две FIFA, которые я буду скучать по ним. Это две самые лучшие FIFA. И 17-й FIFA Mobile стоит на втором строгом месте. Вообще, в FIFA Mobile я начал играть еще давно. Мои первые ролики по FIFA Mobile были именно по 17-й FIFA Mobile. Но именно играл в FIFA Mobile, я в 15-ю я играл, в 14-ю я играл. То есть в 14-й была моя первая FIFA на телефоне. Я помню, как я крафтил игроков, эти трейдоферы, эти обновления, эти... Можно было обменивать игроков, то есть Роналду на Неймара, там, не знаю. А именно на канал я залился на FIFA Mobile первый. Там было очень круто. У меня, кстати, остались какие-то скриншоты. Может быть, я их сейчас сюда вот прикреплю поверх, если найду. Поэтому спасибо огромное всем тем людям. Может быть, есть такие, я очень сомневаюсь. Мне кажется, 1%, может, даже меньше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой FIFA вы меня смотрите. Напишите в комментариях, как вам была 17-я версия FIFA Mobile. Вообще, кто играл в 17-ю FIFA Mobile? Есть ли такие олды? Если можно так выразиться. Потому что я все FIFA застал, я во все FIFA играл. И могу сказать одно, что 18-й и 17-й это были две лучшие. 17-ю FIFA Mobile, кстати, установил самый первый, можно так даже выразиться. Потому что я постоянно ее обновлял. Плеймаркет, я обновлял, обновлял. И как раз в этот год, в 16-м году это было, в ноябре или в октябре, я точно не помню, меня забрали в больницу с отрясением мозга. Я помню ее в больнице. Быстро я установил, играл в FIFA Mobile, это было круто, крутое время. Я помню, как я играл первый матч EWS Атаки. Для меня это было все ново. Были события, паки. Это первая, кстати, в 17-й FIFA Mobile. Она была на каком-то специальном... Frostbite. Frostbite, это движок Frostbite, который обновил все версии FIFA. И прошлый ролик по ностальгии, это моя новая рубрика на канале, год назад этот видос был выложен. Он набрал у меня очень много просмотров. Он у меня сейчас на втором или на третьем месте в популярных на ютубе, но именно у меня на канале. Вы тогда натыкали очень много лайков, очень много людей отозвалось на комментарии, поэтому прямо сейчас, пожалуйста, Если этот видос залетит, и вы хотите третью часть ностальгии, поставьте лайк сначала, подпишите на канал и напишите комментарий на какую FIFA мне снимает ностальгию. Я не рассматриваю такие FIFA, как 14-й, 15-й, потому что это не мобильные, грубо говоря, да? Я рассматриваю 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, еще будет вот 5 FIFA. Если вы будете сильно просить, и наставите на этим роликом 30 лайков, давайте 30, мать его, лайков, и будет продолжение. Ну а так, на этом все, я с вами прощаюсь, дядя некит, The Black 25, Black FIFA Mobile, просто Black, блин, сколько у меня было ников, на этом ролик, такой ностальгический, приятный ролик, я вспоминал все эти очень интересные моменты, связанные со мной, под эту весеннюю погоду, вот эту весеннюю атмосферу. Совсем скоро уже выходит 22 FIFA Mobile, 22 FIFA Mobile, представляете, охереть. И это, кстати, это, кстати, мой пятый FIFA Mobile, в который я играю, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, пятая, блядь, пятая. А ты, кстати, уроки сделал? А, молодец. Ну и все, на этом все, видос получился такой нормальненький, с улицы, FIFA Mobile, под солнышко, под весеннюю атмосферу. Все, всем был, вассад, бич. Все, давайте, народ, всем пока, будем прощаться, и не забудьте написать обязательно, на какую следующую версию FIFA мне снять ностальгию. Обязательно пишите, я все читаю, все вижу. Всем пока. Кстати, быть может, твой комментарий попадет в следующий ролик, ностальгия. Попробуй. Подписывайтесь на наш канал.